Москва Златоглавая стала Москвой Ларёчной. Широкие проспекты и памятники старины глубокой затерялись среди рекламных счетов и торговых рядов. С самыми назойливыми вывесками власти более-менее разобрались. Настала очередь самостроя. Здесь была кухня. Там был у нас блок выдачи, где мы выдавали продукцию свою. Ну и вот в результате уже больше ничего нет. Все снесли, все сломали. Ребят, давайте, долбите. И Володя долбит. Пыль столбом. Александр Ярастов построил автозаправку и кафе, но подрядчики подвели. Здание поставили, а согласовать его не смогли. Оказалось, под землей проходит теплоцентраль, опасная зона. АЗС пришлось снести. Убытки большие. Конечно, мы взяли кредит под строительство этой компании, ну то есть этой заправки. А что делать? Закон есть закон, его надо выполнять. Я считаю, если есть такое постановление, которое приписывает нам разобрать этот объект, мы, компания добропорядочная, и мы его разбираем. Александр, он один такой доброволец. Владельцы остальных объектов оказались несговорчивыми. Всего столичные власти признали незаконными 104 постройки. Павильон метро на чистых прудах был облеплен ларьками и фастфудами. Сейчас здесь бетонное крошево. Представитель бывших владельцев торговых рядов показывает бумаги. Мол, все документы в порядке, никакого самостроя. Москомархитектура, согласование, всеми службами города, МЧС, три согласования, паспорт безопасности тоже подписанных насчет эвакуации всего. Первые ларьки появились в начале 90-х. Хозяева правдами и неправдами добывали разрешение на застройку. Бывший первый зам Юрия Лужкова Владимир Ресин руководил градостроительным комплексом Москвы. Вспомните, пустые прилавки, грязные витрины, ломаный этот асфальт, криминал, что творилось. И в то время все о чем думали, начиная с руководителя управы, кончая руководством города. В первую очередь решить эти вопросы, убрать дефицит. Мы вынуждены были пойти и на точную застройку, и на эти временные, на пять лет, предположим, эти павильоны торговые. По словам Ресина, мэрия не разрешала ларечникам возводить капитальные постройки. И вообще вопросами мелкой аренды занимались районные управы, а на их делишки найти управу мэрия не смогла. Коренной москвич Геннадий Хазанов считает, что тогда и чиновники, и бизнесмены смухлевали. Я не сомневаюсь, что огромное количество мелких или средних чиновников хорошо наживались на этом. У нас особый бизнес в России. Понимаете, зачастую жизнь нашего бизнеса очень напоминает заплыв в бассейне с соленой кислотой. Самыми жирными кусками были торговые палатки у центральных станций метро, где народу тьма. Я знаю прекрасно, что никакой там просто малый бизнесмен не пойдет и не поставит себе такую палатку на площади, на Триумфальной площади, перед государственными органами и филармонии. Понятно, что это все непростые малые бизнесмены, скажем так, разного рода люди, к бизнесу часто имеющие очень такое касательное отношение. Кто-то за ним стоит. Ну, да. Разрешение подделывались или покупались. Здесь и коррупция, и рэкет. За право крышевать розничную торговлю до сих пор сражаются всякие этнические группировки. Помимо криминала есть и другая опасность. Торговля у метро мешала проезду спецтехники и эвакуации граждан в случае аварии или теракта. Как бы то ни было, но многие москвичи положительно относятся к сносу павильонов. Говорят, и просторнее стало, и даже как-то светлее. Те же чистые пруды в народе уже давно называли с горечью грязными прудами, а иногда даже погаными. От прудов здесь, конечно, мало что осталось, но вот чистоты может и прибавиться. Новая редакция гражданского кодекса позволяет городским властям в административном порядке сносить сооружения, признанные самостроем. Все эти времянки, которые со временем распухли, обзавелись фундаментом и крепкими стенами. После окончания договора аренды они их не демонтировали. Более того, хитросплетенными манипуляциями были оформлены документы дополнительные, которые уже показывали, что данные объекты являются капитальными. А что взамен? Здесь работали люди, платили аренду в городскую казну. Чиновники обещают поступить по справедливости. Это были крупные сети либо общественного питания, либо по продаже сотовых телефонов и различной бытовой техники. Они нашли себе заблаговременно, понимая, что объекты будут снесены, новые помещения. Мелким частникам предлагают арендовать другие площади или освоить мобильную торговлю из автолавок. Правда, остается открытым вопрос о возмещении ущерба. Снесенные стены тоже денег стоили. Идут споры и о том, как распорядиться свободным пространством. Главный архитектор Москвы признает, что единого проекта нет, но новых монументальных сооружений здесь не будет. Я считаю, в большинстве случаев это точно благоустройство. За все ответить сложно, но... Травка, цветочки? Мощение, травка, цветочки, может быть, где-то, да. Такова общемировая практика. Если городу нужно освободить землю, он это делает. А споры с собственниками решаются в суде цивилизованно. В Москве суды, по всей видимости, тоже будут. Владельцы снесенных палаток готовят иски. Роман Соболь, Ольга Костенкова, Анатолий Чернобривец, Александр Савонин, Антон Зубов. Телекомпания НТВ. Москва.